Добрый день дорогие цветоводы! В сегодняшней аудио статье кратко рассмотрим отличия пеларгонии от герани, чтобы подкорректировать информацию о размножении в домашних условиях, а также определим какие методы ухода подходят для пеларгонии в домашних условиях. Как размножить пеларгонию дома? Пеларгония и герань упоминаются в одних и тех же информационных источниках. Неопытный цветовод может либо считать их одним и тем же растением с разными названиями, либо путаться в методах размножения и ухода. Пеларгония принадлежит к роду пеларгоний, а герань к роду герани, общего семейства гераневых. В домашнем выращивании используется именно пеларгония, в то время как герань размножается в садах. Уход за пеларгонией пеларгония любит тепло. Пришло растение к нам из южных частей Африки, что отражается на методах ухода за красавицей. Как отличить пеларгонию от герани? У пеларгонии асимметричные соцветия, они располагаются по спирали, уменьшаясь к центру. Соцветия герани одного размера и симметричные, пеларгония полностью домашнее растение. В южных странах она может встречаться в открытом грунте, но в умеренном и северном климате плохо переносит перепады температур, поэтому размножаются в домашних условиях. Как размножить пеларгонию в домашних условиях? Черенкование и семенная посадка. Метод размножения пеларгонии черенками подходит для многих сортов – королевских, душистых, гибридных. Кроме того, в домашних условиях черенками удобнее работать и они быстро укореняются, сохраняя видовые особенности. Размножение пеларгонии в домашних условиях черенками, процесс размножения пеларгонии дома состоит из нескольких этапов – сбор и заготовка черенков, подготовка субстрата для размножения, посадка и уход. Как срезать черенки пеларгонии для размножения? Сбор черенков можно объединять с обрезкой, которую проводят один раз в два года. Процедура полезна для обновления наземной части растения, к тому же можно собрать свежие и здоровые черенки. Их нарезают длиной по 15 см, ориентируясь на самые крепкие и здоровые побеги диаметром 1-1,5 см. Нужны наполовину одеревеневшие части пеларгонии. Полностью покрытые коричневые карвовые побеги, не подходят для размножения. Количество почек на одном побеге от 3 до 5 штук. Как подготовить и укоренить черенки пеларгонии? Каждый срезанный черенок пеларгонии перед посадкой обрабатывается биостимулятором роста или углем по нижнему срезу. Нижний срез черенка делается всегда наискосок, а верхний – горизонтально. Ниж черенка зачищается от листьев, но верхняя часть оставляет не менее 3 штук. Обработанным концом черенок пеларгонии помещает субстрат под углом 45 градусов. Как ухаживать за черенками пеларгонии в субстрате? Посаженные черенки выставляют теплое, умеренно освещенное место без воздействия прямых солнечных лучей. Лучше разместить новую посаженную пеларгонию на открытом воздухе. В среднем через 4-6 недель образуется корневая система и можно отсчитывать цикл к цветению. Разные сайта пеларгонии имеют свои сроки формирования корней и соцветий. Субстрат для размножения пеларгонии черенками универсальная земля плюс песок. Обработать марганцок и пропарить. Посадить черенки накрыв пленкой. Пишите в комментариях о ваших авторских способах, как размножить пеларгонию в домашних условиях.